Всем привет! Сегодня будем тестировать вот такой вот мачете. Я от него сохранил этикеточку. Такой вот мачете от Tramantino. Надеюсь, все сфокусировалось. Так, и на нем еще была вот такая наклейка. Для мачете я сообразил вот такие ножны из куска картона, обмотанные скотчем. Картон сложен просто таким вот конвертиком. Саму мачете я тоже немножко модифицировал, сделал его более таким брутальным, более пиратским. Баланс никак не пострадал, баланс все еще находится вот в этой части, то есть рубить им также удобно. Но оно выглядит более агрессивно. Кончик я затупил. Здесь мне острый кончик не нужен. О, утка залетела. Острый кончик мне здесь не нужен. Здесь кончик сейчас тупой, потому что если уроните на ногу, просто втыкайте в песок. Зачем здесь острый кончик? Мачете не чтобы колоть зомби, а чтобы рубить. Вот, заточка здесь фабричная, я успел немножко и порубить. Насчет рукоятки. Рукоятку я тоже чуть-чуть полировал, особенно вот здесь вот срезал задницу у нее, потому что рукоятка была полностью такая вот и обрублена под прямым углом вот здесь. То есть, видимо, предполагалось, что, ну я как понимаю этих латиносов, что они предполагалось, что мачете только вот так вот держится и вот так вот рубится. Рубится тростник, вы идете по нему и так вот рубите. А рубку каких-то деревьев им не предусматривает, потому что, ну я при рубке делаю вот так вот. И мне, соответственно, ну давайте на этой руке покажу. И мне, соответственно, оно вот этим все время упирается в руку. И лучше бы по максимуму это скруглить. Ну я скруглил как мог, чтобы посмотреть вообще, как это будет. В принципе, у нас, потому что в России, нам, чтобы рубить древесину, надо прилагать очень мощные усилия. Ведь у нас береза какая-нибудь, ну росла на 30 лет, доросла до такого размера. Дерево очень твердое. А в тропиках за 30 лет дерево вот такое вырастет. И там деревесина мягкая и рубить удобно. Мачете для чего? Чтобы идти по тростнику. Давайте сейчас попробуем вот на тростнике, как оно вообще рубит. Здесь вот какие-то заросли. Давайте попробуем пройти через этот тростник. Ну, я могу сказать, что заточка, заточка очень хорошая заводская. Я сейчас древесину никакую не рубил. Она их просто срезает и не заминает, ничего такого. Но уже всё. Уже в начало ладони немножко у меня немножко намяло. Немножко в начало ладони, даже после такого у меня уже вот это место немножко намяло. Давайте, может, деревяху какую-нибудь порубим. Сейчас найдем какую-нибудь деревяху и снова включимся. Ну тростник, всё отлично. Отлично. Вот наше поваленное дерево. Древесина водой уже так пропитана. Сейчас на берегу речки. Давайте попробуем его порубить. Опять же повторюсь, мачете не для заготовки дров, не для... ну для заготовки, конечно, но для такой легенькой. У нас твердую нашу древесину лучше всё-таки рубить топором. Давайте попробуем, на что, посмотрим, на что она способна. Вот на этом участке. Очень и очень недужно. Вот когда я сейчас рублю и дерево вот на такой вот высоте от земли, мне рубить очень удобно. Ничего мне не мешает, ничего не наминает. Очень удобно и комфортно. И вот эта вот задница не мешает совершенно. Сейчас посмотрю на замины какие-нибудь на режущей кромке. Так... Да, в принципе, ничего страшного нету вообще. Всё отлично с мачеткой. Думаю, что за 400 рублей это отличная покупка, но ножны надо сообразить какие-то посолиднее, а то картон это вообще такое просто временное решение. Ножны, думаю, надо сделать из какой-нибудь ткани на люверсах. Вот, и тогда можно будет пользоваться. Пока что я ещё не определился, что делать с ручкой. Мне, в принципе, нравятся ручки у парангов такие, ну, не знаю, как назвать, козья ножка, а такие более округлые. Ну, посмотрим, как себя покажет эта ручка. Возможно, ещё нужно отверстие для темляка. Пока не знаю, где просверлить. Может быть, вы мне посоветуете. Я думаю, либо просверлить вот в этой части, вот здесь вот, либо вот здесь вот. Ну, вот здесь вот тоже очень неплохое место для темляка. Будет тоже очень удобно. Вот в этой части. Как бы это такой темляк, который не позволит вылететь из руки, с которым можно будет эффективно рубить. Ну, и, в принципе, какие конкуренты есть у этого мачете? Мачете стоит 400 рублей, можно найти дешевле. Из магазина вообще, что мне понравилось? Единственная мачете, которая мне ещё понравилась, кроме этого, это мачете подороже, Деспирада фирма. Но там обух в три раза толще. Оно такое, как меч, такое тяжёленькое. И... Тормантина, наверное, напротив, она лёгкая. Сколько она весит? Я, думаю, взвешиваю и напишу в комменте к видео, в описании. И... В общем, лёгенькая тормантина с таким тоненьким обухом. Это для тростника, для тонких деревьев. Ну, и чтобы носить, не напрягаясь. А вот какой-нибудь мачете Деспирада, тоже очень симпатичный, мне понравилось. Оно больше так... Ну... Против зомби оружия. Вот, в принципе, и всё. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok